Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет очень интересное и разнообразное видео. Во-первых, я покажу вам своих новых питомцев. Это насекомые, и как вы поняли из названия, это бабочки. А также сегодня я покажу вам необычную посылку. Необычную, потому что она из Соединенных Штатов Америки. А я впервые заказываю что-то из Америки. Поехали! Что такое фармикарий, знают все. Это муравьиная ферма, где содержат муравьев. А вот что такое бабочкарий, знают не все. Я так говорю, потому что сам только недавно узнал о том, что это такое. Бабочкарий это такая штука, в которой живут бабочки. Точнее не бабочки, а их куколки, из которых со временем рождаются бабочки. В общем, я купил этот самый бабочкарий. Вот так вот он выглядит в виде такого цилиндра. Почему он именно так устроен и что здесь для чего нужно, я расскажу попозже. А тут в этой коробочке у меня находятся куколки тропических бабочек. Сейчас на улице холодно, и я вез эту коробочку во внутреннем кармане куртки, чтобы их не заморозить. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что с ними все отлично. Так, здесь у нас вата. Убираем вату. И смотрите, вот они, ребята, 5 куколок тропических бабочек. Причем смотрите, вот эти две очень большие. Вот эта поменьше, а эти две еще меньше. Это 5 разных видов. По крайней мере, я заказывал себе 5 разных видов. Хотя я смотрю, вот вроде бы похоже. Вот эта куколка и вот эта. Они между собой похожи. Отличаются только размерами. Ну, это такое. Главное, чтобы они все вылупились. Класс, ребята. Смотрите, какие они прикольные. Похожи на каких-то монстров. Видите, у них здесь приколоты сразу иголочки. Это сразу для того, чтобы я мог их удобно поместить в бабочкарий. Давайте попробуем достанем одну куколку. Я прям боюсь. Класс, смотрите. Вот так вот она должна висеть. Прикольная, правда? Смотрите, какая она интересная. Как будто какой-то монстр маленький. Да, такая вся корявая и непонятная. Сложно представить, что из этого чудовища должна вылупиться красивая бабочка. Так, давайте положим. Возьмем эту, посмотрим. Вау, смотрите. Это еще более такая заковыристая. Да, у нее такие здесь какие-то выпуклости интересные. Такой вот носик. Представляете, внутри сидит бабочка. И, кстати, я только что заглядывал, и она шевелила хвостиком. Не знаю, сейчас, наверное, заснула, а уже не шевелится. Класс. Такое чудовище, правда? Блин, их прям страшно в руки брать. Смотрите, покажу вам поближе. Такой крокодильчик, да? Зелененький. Класс. Ну и вот эти две. Одна и такая еще коричневая, самая маленькая. А у этой, смотрите, только что заметил такие вкрапления, как будто из какого-то золотого металла. Смотрите, вот как будто капельки. Такой интересный у нее узор. Блин, у меня руки трясутся. Прям страшно их держать, чтобы как-то не нарушить, ничего не поломать. Вот они, смотрите, все пять куколок. И сейчас мы их поселим в наш бабочкарий. Итак, давайте заселять наших куколок в бабочкарий. Бабочкарий представляет из себя вот такой вот цилиндр, сверху у которого открывается крышка. На крышке здесь есть вот такой вот бантик, но он не несет никакой функции, чисто такой для красоты декоративный. А здесь снизу есть такой кусочек пенопласта. Вот сюда при помощи иголочек я и буду цеплять наших куколок, чтобы они вот так вот висели вниз. Но вначале нужно увлажнить внутреннюю часть нашего бабочкария. Здесь такой кусочек мешковины. Он должен быть влажный для того, чтобы здесь внутри поддерживалась высокая влажность. Также должно быть в комнате достаточно тепло, потому что это тропические бабочки, они любят тепло. Вот эта вот сеточка здесь нужна для того, чтобы когда куколка вылупится, бабочка могла перелезть на эту сеточку и сидеть здесь, чтобы расправить крылья и обсушить их. Как-то так вот. Теперь берем крышку и будем цеплять сюда куколок. Сначала возьмем самую большую, вот эту вот самую толстую куколку. Прицепим ее с этой стороны вот так вот. Есть, одна висит. Теперь берем вторую, которая тоже большая. Она тоже будет у нас висеть здесь отдельно так, по центру. Нужно дать какое-то определенное расстояние для того, чтобы бабочки, когда будут вылупляться, чтобы они не мешали друг другу. Так, берем вот эту побольше и цепляем ее тоже вот сюда вот. Есть. Осталось еще две. Так, ну, они у нас самые маленькие, и мы их сейчас прицепим вот здесь вот на равном расстоянии. Одну здесь, а одну вот здесь. Есть. Смотрите, вот они висят все пять куколок. И накрываем крышку. И теперь, ребята, осталось только ждать, когда эти куколки созреют, и из них вылезут красивые тропические бабочки. На это может уйти два, три, может быть, четыре дня. Точно вам никто не скажет, когда это произойдет. И я бы очень не хотел пропустить этот прекрасный момент, когда из этой страшной куколки вылезает прекрасное создание. Тропическая бабочка. И в том, чтобы не пропустить этот прекрасный момент, мне поможет то, что пришло ко мне в посылке, о которой я говорил вам в самом начале видео. Вот она, моя первая посылка из Америки. Тут находятся девайсы, которые очень помогут мне при съемках этого и других моих роликов. Все, что находится внутри, я заказывал на сайте Amazon. Но там не было доставки в Украину и в Россию тоже, кстати, не было. И я воспользовался услугами Бандерольки. Я зарегистрировался на сайте Бандерольки, и мне предоставили адрес для доставки в США и адрес для доставки в Германии. И теперь я могу заказывать товары на любых американских сайтах, даже если там нет доставки в Россию или Украину. А в США, как вы знаете, очень низкие цены на разную фирменную электронику, Apple, спортивную одежду Nike, New Balance, джинсы Levis и многое другое, которое у нас стоит супер дорого, а в США очень доступные цены. Итак, давайте я вам покажу, что же я такое там заказал. Так, все очень-очень классно запаковано. Класс, ребята! Вот эти товары, когда они попали на мой адрес в Америке, они были еще раз запакованы сотрудниками Бандерольки. Все проложено пупыркой. Смотрите, здесь внизу вот пупырка. Все-все очень классно запаковано. Классный такой твердый ящик из классного картона, проклеено специальным защитным скотчем, чтобы было видно, вскрывали посылку или нет. И еще раз было закрыто вот в такой вот герметичный кулечек, чтобы на всякий случай не пострадало от влаги. Итак, сейчас я вам покажу, что же я такого назаказывал. Раз, два, три. И что это? О, еще какие-то конфетки в подарок. Мелочь, а приятно. Так, здесь же находится, что у нас находится? О, магнитик от Бандерольки. Прикольно. И здесь вот распечатка, что я заказывал и почем оно стоит. Итак, смотрите, что я заказал. Это девайсы для съемки видео и фото торговой марки Джоби. У нас эта фирма официально не продается, а если продается, то очень дорого стоит. Джоби выпускает очень качественные вещи. Есть аналоги из Китая, но они даже рядом не стояли. Сейчас я вам покажу. Смотрите, это штатив-осьминог. Он очень-очень качественный. У меня уже когда-то был такой, прослужил порядка 10 лет. Вообще с ним ничего не произошло. Я его, к сожалению, забыл, потерял на природе. Это просто незаменимая вещь, когда нужно что-нибудь снимать с низкого ракурса или, например, установить ваш девайс где-нибудь на дереве. То есть можно вот так вот обнять на ветку, прицепить. Здесь, смотрите, очень-очень классно все двигается, крутится. Вторая вещь, смотрите, тоже Джоби. Сейчас я вам покажу. Это очень крутая штука для тех, кто снимает на смартфон. Такой же принцип, смотрите, можно крепить на дерево, на камень, любую неровную поверхность, на ровную поверхность. Короче, куда угодно. Это уже такой мини-штатив-осьминог. Есть похожие вещи на Алиэкспрессе, но они очень некачественные. Вот эти ножки очень быстро разбалтываются. Здесь они жесткие, твердые. Будут вам служить многие годы. Это очень крутая штука. Здесь съемная площадка. Прикручиваете сюда какую-нибудь мини-камеру или смартфон и снимаете. Также в комплекте здесь идет вот такая вот штуковина. Это крепление для смартфона. Оно очень компактное и плоское. Смотрите, вообще кладете его в карман, и все, оно никуда вам не выпирает, ничего не мешает. Также есть вот маленькая дырочка для того, чтобы подцепить его в качестве брелка. Раздвигаем, устанавливаем, и все прикольно, смотрите, держится. Резьба, прикручиваете либо сюда, либо сюда, и можете снимать все, что угодно. Потому что смартфоны сейчас снимают не хуже камер, и это очень-очень удобный девайс. А также я заказал вот такую вот штуку, которая нужна для съемки таймлапсов. Так, здесь, кстати, в комплекте идет вот такое дешевенькое китайское крепление для смартфона. Оно стоит пару долларов, но оно ни в какое сравнение не идет с вот этим. Смотрите, какое оно толстое. Вот такая вот штуковина, ребята. Здесь программируется таймер. Вот, включаем, и эта пластина крутится для того, чтобы снимать таймлапсы в движении. Вот так вот устанавливаете сюда смартфон на это крепление, и выставляете время, какое вам нужно, и включаете, и он начинает крутиться по кругу и снимать панорамы. Можно выставлять разную скорость. Сейчас я установил скорость 10 секунд 360 градусов. Можно устанавливать даже хоть час, оно будет очень медленно крутиться. Не знаю, очень классная вещь, и стоит на Амазоне она недорого. В общем, вот они мои первые покупки в Америке. И можете меня поздравить, потому что я сэкономил кучу денег при помощи бандерольки. Да и вообще купил то, что не смог бы купить самостоятельно. Так что бандеролька – это крутой сервис, который реально работает. И, кстати, у нас же черная пятница на носу, а в этот день во всех мировых интернет-магазинах просто нереальные скидки. И нужно будет пройтись, посмотреть, что там за скидки, и прикупить себе что-нибудь, например, из спортивной обуви, чтобы не переплачивать в разы в наших магазинах, чего и вам от души советую. А сейчас я покажу вам, как мне помогут эти штативы при съемке именно сегодняшнего видео. Значит, большой штатив мне не понадобится. Мне понадобится вот этот вот маленький штативчик. Я установлю сюда мобильный телефон. Второй мой старый мобильный телефон, которым я не пользуюсь. Он будет у меня в качестве веб-камеры для того, чтобы я мог следить за моими куколками, когда они там начнут вылупляться, так сказать. Включаем. Есть там такое специальное приложение. Сейчас я покажу, как это все будет выглядеть. Вот так вот я установлю. И у меня это все дело будет работать круглосуточно. Затем я открываю мой смартфон, открываю здесь специальное тоже приложение. И вот я вижу то, что у меня находится на этой камере. О! Слышите? О! О! Даже звук есть. Можно звук отключить. Звук нам не нужен. Вот, смотрите. Немножко задержка по времени есть, но все равно все работает. Короче, я теперь могу спокойно идти домой и наблюдать из дома время от времени, смотреть, как там поживают мои куколки. Как только они начнут шевелиться, какая-то из них начнет, так сказать, вылупляться и вылезать оттуда бабочка, я сразу же прибегу и буду снимать процесс этого рождения красивой тропической бабочки. Потому что, как вы знаете, я здесь не живу. Это моя студия. Я же не буду здесь дежурить день и ночь и ждать, когда же это произойдет. А момент не хочется пропустить. Поэтому будем действовать вот так вот. Кстати, нужно подключить питание для того, чтобы смартфон случайно не сел. Все, теперь он работает без проблем круглосуточно. В общем, смотрите в следующих видео продолжение про бабочек. Посмотрим, какие это будут бабочки. Удастся ли мне заснять процесс рождения бабочки. Будем их кормить и наблюдать за их жизнью. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить это. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok